Чуть больше месяца осталось до нового года. Елочные базары откроются по всему городу в середине декабря. Алтайских зеленых красавиц для них начали запасать с ноября. В местах заготовки древесины. Питомников у нас нет. С начала месяца Министерство природы края усилило охрану хвойных пород от черных лесорубов, которые незаконно добывают ели к празднику. До конца декабря на территории региона будут работать 32 мобильные группы. Как правило, зачастую фиксировали случаи в Залесском, Леснично-Тегунском. Там, где производится официальная заготовка елочек, там же зачастую действуют и черные лесорубы. За предыдущий год было установлено три факта, в ходе которых черные лесорубы заготовили 220 новогодних елочек. Ежегодно черные лесорубы причиняют ущерб лесному фонду примерно на 700 тысяч рублей. Притом речь лишь о тех, кто вырубает елки к празднику. Эксперты в целом отмечают снижение числа таких нарушителей. В этом году пока еще ни одного преступника не было замечено. Возможно, черные лесорубы наконец начали побаиваться наказания. Ведь за ущерб свыше 5 тысяч рублей грозит штраф до полумиллиона. Или вообще лишение свободы сроком на два года. Небольшая елочка диаметром где-то 12 сантиметров, это в среднем 5 тысяч рублей получается, ущерб насчитывается. Ну, плюс-минус опять же. В случае, если, допустим, черный лесоруб совершил рубку где-то на 3 тысячи рублей, это административная ответственность, которая предусмотрена статьей 8.28 Кодекса административных правонарушениях. Там штрафы от 3 до 4 тысяч рублей на гражданина. Не исключено, что хитрые лесорубы начали реже нарушать закон из-за снижения тренда на настоящей еле. Многие сейчас предпочитают искусственные новогодние деревья. Даже заготавливать живые елки для региона стали на 10% меньше прежнего. Жалко, когда деревья настоящие, что продают. Поэтому выбор за искусственную елку. А как еще собираетесь украшать дом? То есть, вот атмосфера праздника, как она создается у вас? Ну, шарики на елку повешаем, гирлянды на окна. Я, допустим, ставлю искусственную, на зону балеты меня наряжаю, ставлю нормальную. Все, когда игрушками и снежочками, этим дождем закроешь, фонарики включишь, ну, все, не отлично. А внуки не просят живую? Нет, нет. Кошкам хорошо, они лезут за этими игрушками. Да еще если взять аэрозоль, то будет вообще замечание. Натуральное, запах. А искусственное, красиво, что радует глаз. Да. А делаете выбор, пользу искусственное, не знаю, может быть, из-за цены? Из-за экологии. Я очень человек экологически ответственный, подхожу, и мусор всегда около подъезда могу выкинуть от своего дома. Не брезгу этим. И считаю, что каждый должен, житель, ответственно относиться к этому. Споры о том, что же все-таки экологичнее, живая елка или многоразовая искусственная, до сих пор не прекращаются. С экономической точки зрения тоже не все однозначно. Цена на искусственные выросла на 10-20%. Во сколько обойдется традиционный вариант, узнаем совсем скоро. Данил Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком.